МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Вместе против террора Чувашия присоединилась к всероссийской акции памяти и солидарности. В печке-лавочке в Республике прошел чемпионат по печному делу. Высокое искусство в Чубаксарах завершился 21-й международный балетный фестиваль. Уровень цен на потребительском рынке Чувашии в первом квартале 2017 года, подготовка к весеннепылевым работам и призыв на воинскую службу стали темами еженедельного совещания у главы Чувашии. За три последних месяца инфляция составила меньше 1%. Это ниже, чем в целом по ПФО и России. Цены на какие продукты снизились, а на какие стали выше в нашем репортаже. В магазинах Чувашии стали дешевле свинина, курица, масло, подсолнечное, сливочная рыба, яйца, сахар, мука и сметана. Однако подорожали макароны и молоко. Выросла стоимость моркови, картофеля, помидоров и яблок. Если необоснованный рост цен есть, то есть мы прослеживаем динамику, всю цепочку, начиная от производителей поставки продукции, если такая тенденция наблюдается, а мы это все проверяем вместе с работниками прокуратуры. Задача наша, чтобы не допустить необоснованного роста цен на рынке. Сейчас рынок стабилизировался, соответственно, федеральные сетевые магазины тоже понимают. По тем объемам, по тем жестким условиям, заключаемых между производителями и между торгующими организациями, там надо отслеживать. Сейчас сельхозтоваропроизводители Чувашии работают над тем, чтобы излишки продукции продавали в другие регионы. Михаил Игнатьев предложил также развивать небольшие магазины шаговой доступности, когда жители республики могут покупать необходимые продукты непосредственно у дома и по невысокой цене. На цены влияют и ярмарки сельхозпродукции, которые в конце апреля начнут работать в Чебоксарах. В ближайшие недели начнутся весеннеполевые работы. По информации министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, в хозяйствах республики достаточный запас семян, горюче-смазочных материалов и удобрений. Определились и с пассивными площадями. Некоторые и на госсовете пытались сказать, что структура меняется, например, площади на картофель и так далее. Сегодня каждый руководитель хозяйства выбирает более маржинальную культуру. Это понятно. Если по растеневодству в прошлом году, в 16-м году общая рентабельность была 20,7%, наибольшую прибыль сельхозпроизводители получили на таких культурах, как соя 106%, рапс 36%, на овощах открытого грунта 78%, и на других культурах, таких как кукуруза, люпин, лен. Еще одна тема совещания – подготовка к призыву на военную службу в апреле-июне 2017 года. Всего 1334 человека должны быть призваны в Чувашии за это время. Министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева сообщила, что показатель годности граждан к военной службе по состоянию здоровья улучшается, а республика выполняет план по призыву. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Канаш, Марпасат, Аллатырь, Шумерля и Новочебоксарск. Власти Чувашии намерены привлечь более 10 миллиардов рублей на создание новых рабочих мест в моногородах республики. В Канаше будут реализованы инвестиционные проекты общей стоимостью 8,5 миллиардов рублей. Часть этих средств направлена на создание нового гемодиализного центра. Председатели кабинета министров Иван Маторин и министр здравоохранения Владимир Викторов ознакомились с ходом строительства гемодиализного центра. В настоящее время основные строительные работы завершены и ведется монтаж оборудования. В июне этого года отделение диализа планирует принять первых пациентов. По состоянию на сегодняшний день фирма Бибраун затратила на строительство и ремонт этого здания 22 миллиона рублей и на оборудование 32 миллиона рублей. Как сообщил Роберт Павлов, гемодиализное отделение рассчитано на 12 мест. На первом этапе ежедневно планируется принимать по 20 пациентов. Впоследствии до 60. Сейчас в Чувашской республике медицинская помощь больным, нуждающимся в заместительной почечной терапии, оказывается в столичном центре диализа Брауна Витум Русланд Клиникс и в отделение гемодиализа Республиканской клинической больницы. Открытие диализного центра в Канаше значительно приблизит специализированную медицинскую помощь к пациентам из южных районов республики. Вместе против террора в Чебоксарах прошла акция памяти и солидарности с жителями Санкт-Петербурга. На площади республики собрались более 7 тысяч неравнодушных горожан. Вместе против террора. 8 апреля во всех уголках страны россияне, вне зависимости от политических убеждений, вышли на улицы, чтобы объединиться против мирового зла. В Чебоксарах погибших в Санкт-Петербургском метро вспоминали на площади республики. Здесь собрались тысячи и тысячи горожан. Из-за всех страшно. Не только в Петербурге, везде страшно. Ну нельзя отдаваться, как говорится, лапой страху надо что-то делать, хотя бы негодовать вот таким образом. Не дают нормальным людям жить. Сердце болит. Скорбим мы. Пусть земля им будет пухом. Трагедия унесла жизни 13 человек. Более 50 пострадали. И сотни людей, которые ехали в соседних вагонах, помогали на станции открывать искореженные двери. Пытались вытащить раненых. Они тоже переживают душевную травму. В память о погибших и в знак солидарности с теми, кто выжил. Чебоксарцы возлагали цветы и зажигали свечи. Мы сегодня собрались, потому что нам очень жалко молодежь, которая умерла в Петербурге. У них жизнь только начиналась. Ввести жителей нашей страны в панику не получится. Мы будем поддерживать друг друга. И все сопережаем жителям Санкт-Петербурга. В этот день все говорили о том, что терроризм можно победить лишь усилиями всего общества. Что нужно сплотиться и поддержать город на Неве. Питер, мы с тобой. Питер, надо жить. Сегодня международный терроризм молодеет. А это значит, что именно сегодня мы, как никогда, должны еще больше уделить внимание патриотическому воспитанию молодежи. Народ Российской Федерации жил всегда в мире и единстве. В единстве наша сила. Народ России был всегда непобедим. Мы с Питером. В Чебоксарах завели уголовное дело на молодого человека, который сообщил о минировании МТВ-центра. Утром 9 апреля в дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что МТВ-центр заминирован. На место прибыли полицейские и сотрудники экстренных служб города. В результате осмотра ничего подозрительного обнаружено не было. Полицейские завели уголовное дело на 21-летнего чебоксарца, который страдает психическим заболеванием, сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии. Дело мастера боится. В Чувашии впервые соревновались печники. На чемпионате молодых профессионалов побывала наша съемочная группа. Место проведения чемпионата выбрано не случайно. Именно в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий создана современная материально-техническая база для подготовки специалистов в строительной и транспортной отрасли. Студент второго курса Иван Бойкин уже третий раз проверяет свои умения на чемпионате WorldSkills. Ваня будущий прораб. Но какой из него организатор стройки, если он не будет знать, как замесить цемент или положить кирпич? Я пришел учиться в Чебоксарском техникуме транспортной и строительной технологии, потому что здесь учат мужской профессии. Я выбрал дополнительную профессию каменщик, потому что профессии каменщик мне понадобятся в дальнейшем. И очень важно проверять свои навыки на таких соревнованиях. В течение двух соревновательных дней ребята из шести техникума в Чувашии строили кирпичный дымоход. Трубу-четверик, основание которой складывается из четырех кирпичей. Печник – профессия по нынешним временам настолько редкая, что в программе чемпионата WorldSkills представлена впервые. И победитель сразу отправится на национальный этап в Краснодар. Хороший печник – это человек, который владеет несколькими смежными профессиями. Он должен понимать в физике, он должен понимать в движении дымовых газов, теплотехника. Он должен прийти к человеку и сказать, что примерные теплопотери этого помещения такие. И чтобы компенсировать их, мы вам можем предложить печку вот такой вот мощности. Чувашия в числе первых регионов вступила в движение молодых профессионалов. За годы проведения WorldSkills заметно выросло количество выпускников школ, которые выбирают рабочие профессии. Практически 52% девятиклассников поступают в систему среднего профессионального образования. Порядка 17% выпускников 11 классов идут в систему среднего профессионального образования. Выбирают те профессии, которые позволяют получить нужную для экономики специальность. Уже со студенческой скамьей юноши и девушки Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий проходят производственную практику в строительных организациях. Самые лучшие сразу идут работать. Таких ребят, таких специалистов мы ждем на стройплощадке. Их действительно не хватает, таких высококлассных рук. Из этих ребят выйдут специалисты. Качество этих работ, качество проведения конкурса, это, конечно, выше всяких похвалов. Что же касается печников, без востребованной и хорошо оплачиваемой работы они точно не останутся. Индивидуальное строительство нынче развивается. А всем известно, что тепло и уют в доме во многом зависит от умелых рук мастера. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. Весна – время перемен к изменениям готовой столицы Чувашии. На прошедшем совещании в городской администрации обсудили концепцию цветочного оформления Чебоксар. Почти миллион цветов появится на столичных улицах в мае этого года. Оформлением города занимается зеленстрой. Клумбы, навесные вазоны, цветочные композиции и объемные вертикальные фигуры. Общая площадь составит почти 18 тысяч квадратных метров. – Хотелось бы, чтобы еще мы поработали с предприятиями различными, особенно которые находятся на центральных улицах. Чтобы и предприятия как-то оформляли за свой счет свои входы в магазины, кафе, общепита. В столичной администрации отметили, украшать и делать родной город зеленее должны и сами жители. – Приведем конкурс по нескольким номинациям. И самый цветущий район города, лучший двор, лучший фасад, лучший пылесадник, ну и что-то подобное. Для этого нужно разработать конкурсную документацию и до конца апреля ее утвердить. Определить призовой фонд. И в сентябре победителей поздравим по каждой номинации. В столице Чувашии завершился 21-й международный балетный фестиваль. До протяжения пяти дней в Чебоксарах шли лучшие постановки. «Жизель», «Боедерка», «Золушка», «Спящая красавица». Накануне состоялся галоконцерт. Зрителям представили по-настоящему яркую программу. С героями фестиваля познакомился Дмитрий Ковалев. Это редчайшие фото. На стендах снимки первых постановок и копии старых афиш из театрального архива. Эту выставку приурочили к 50-летию Чувашского балета. Под знаком юбилея прошел и международный фестиваль. Ровно полвека назад в Чебоксарах образовалась профессиональная балетная труппа. Васильева Галина Сергеевна, народная артистка Чуваши. Первая же «Жизель» она у нас танцевала. Это первый чувашский балет с РПД. Сейчас мы года 4 назад восстановили достаточно яркий такой балет и пользуются тоже спросом. С аншлагом балетные постановки идут и 50 лет спустя. На галоконцерте международного фестиваля в театре яблоку негде было упасть. Зрительский интерес вполне объясним. На одной сцене они встречаются очень редко, но галоконцерт в Чебоксарах тот самый случай. В этом году сюда приехало немало звезд. Среди них солисты Большого и Малинского театра, а также артисты знаменитой труппы Кремлевский балет. Базиль в Дон Кихоте, Бирбанта в Корсаре, Хозе в Кармен. За 20 лет на сцене он воплотил сотни ярких образов. Солист Большого театра Андрей Меркурьев в Чебоксарах долгожданный гость. Это действительно неповторимая хореография. Андрей Меркурьев и его коллега по цеху Диана Косарева исполнили адажу из балета Карменсюита. Вообще, признается, заслуженный артист выступать в регионах ему особенно приятно. Ведь свой творческий путь он и сам начинал в театре Республики Коми. Коронным номером гала-концерта стал и фрагмент из постановки «Вальс». Его представили солисты легендарного кремлевского балета. Многие критики отметили, что дуэту Егора Матузова и японки Каики Саори удалось продемонстрировать не только хореографическое мастерство, но и яркую актерскую игру. Я считаю, русский балет – это самый красивый балет. И поэтому я, собственно, до сих пор нахожусь в России и питаюсь танцевать русский балет. В этом году программа гала-концерта была насыщенной. Для зрителей подготовили не только классические номера, но и современные постановки. Гости говорят, что чубоксарский балет и фестиваль стал значимым событием в культурной жизни Республики. Я считаю, что это очень важное начинание. И я считаю, что все театры, несмотря на всякие сложности материальные и организационные, конечно, должны стараться сохранять эту традицию, потому что это возможности для артистов из центральных театров поучаствовать в других редакциях спектаклей, например, станцевать с другими артистами. Организаторам фестиваля и артистам глава Республики вручил награды. Михаил Игнатьев говорит, что интерес к балету в регионе не угасает, и поддержка театра продолжится. Жители процесса глобализации не хотят терять вот это богатство, богатство народа Чувашии, богатство национального русского народа. В канун юбилея Чувашского балета театру вручили сертификат на благоустройство территории и закупку новых музыкальных инструментов. Пополнилась и картинная галерея. Теперь ее будет украшать и портрет основателя театра Бориса Маркова. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В Чебоксарах разыграли награды ежегодного турнира памяти Василия Чапаева. Соревнования прошли в минувшие выходные и собрали рекордное количество спортсменов. В качестве почетного гостя столицу республики посетил и один из самых титулованных борцов вольного стиля. Бувайсар Сайтеев. С ним встретился глава региона. Бувайсар Сайтеев отметил, что для развития вольной борьбы чувашские власти делают многое. Количество приверженцев этого вида спорта в республике увеличилось. Трехкратный олимпийский чемпион говорит, что начинающим борцам поддержка необходима. Первые шаги на татаме Бувайсар Сайтеев сделал в 6 лет, а уже в 1996 году стал самым молодым в истории олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Сейчас в его копилке 16 золотых медалей. Спортсмен признается, что он давно мечтал познакомиться с чувашской культурой. Глава республики подарил олимпийскому чемпиону книгу о национальном костюме. В очередной раз я убедился в силе вашего региона. То есть сила России в нашем многообразии, в умении нашим взаимодействовать, в умении нашим друг другу плечо плечом становиться, когда тяжело, умение горе друг за друга сопереживать. Бувайсар Сайтеев отметил и работу Чувашской федерации вольной борьбы. Сейчас республика претендует стать хозяйкой мирового турнира среди женщин-борцов. Его старт намечен на 30 ноября. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok